Екатеринбургской паре Светлане Каримовой и Василию Гробовскому, ставшим жертвой обмана нечестных автоторговцев, удалось вернуть автосалону навязанный им автомобиль, получить свои деньги, выплаченные в качестве первоначального взноса, и избавиться от банковского кредита в два с лишним миллиона рублей. Напомним, Светлана и Василий два месяца назад увидели рекламу поддержанных автомобилей, реализуемых Екатеринбургским автосалоном «Стрела», и заинтересовались Ниссаном X-Trail 2014 года выпуска ценой в 650 тысяч рублей. Супругов пригласили за покупкой и хитростью уговорили внести взнос в размере 100 тысяч рублей. Затем также хитростью якобы для гарантированного удовлетворения заявки на кредит подговорили Светлану в несколько раз завысить информацию о своем заработке и, наконец, огорошили тем, что за вожделенный Ниссан ей придется ежемесячно на протяжении пяти лет выплачивать по 70 тысяч рублей. А если это не подходит, то можно помахать друг другу ручкой и забыть про внесенные 100 тысяч рублей, потому что по правилам автосалона «Стрела» первоначальный взнос не возвращается, ну или выбрать другой автомобиль подешевле. Так уже в темноте, не имея ни физических, ни душевных сил на детальный осмотр покупки, Василий со Светланой вернулись домой на бэушном Киосид, который, как позже выяснилось, почти 10 лет отработал в московском такси, трижды был перекрашен, дважды у него скручивался километраж, по кругу ремонтировался, в том числе с помощью сварки и наспех, изолентой и саморезами был подготовлен к продаже. Если бы я днем ее увидел, по светлу, я бы сроду никогда и не взял, никогда в жизни, ни за 300, ни за 500, даже не взял. Если не получится у вас сейчас с банком как-то это решить, то не мирным путем, не через суд, во сколько эта машина вам обойдется? В два с половиной лимона. Сколько лет вы должны выплачивать? Пять лет, по 34 тысячи. С момента покупки вы ей не пользуетесь? Нет, нет, я ее спрятал, чтобы я автосалон не нашел, чтобы не украли. Еще и дверь не закрывается. Вот так вот. Вообще хорошо. И что делать? Вот так вот, вот такая машина. По словам Светланы, поданная в автосалон претензия никакого действия не возымела. Менеджер Стрелы якобы заявил ей, что она может жаловаться хоть в прокуратуру, хоть в ООН, но сделка уже совершена. Коллеги Светланы по жиркомбинату рассказывали, что женщина стала чахнуть буквально на глазах. В общем, работница наша Светлана в последнее время не может ни работать, ни есть, ни пить. На последних сменах пришла ночью, заявила, что вообще хочет повеситься. Ну, до такой степени, как бы, человек в нервозном состоянии, что, как бы, жалко даже смотреть. То есть, сопереживаем, сочувствуем, да. Вместе со Светланой Василием и юристом Аленой мы побывали в этом салоне, где обманутые покупатели вручили требования о расторжении договора. Спустя несколько дней менеджеры Стрелы согласились осмотреть автомобиль на предмет скрытых недостатков. Но, как только машина на эвакуаторе была доставлена Василием в салон, и автомобиль, и сам Василий со Светланой вдруг оказались в плену у автоторговцев. Мы пригнали сегодня машину, которую покупали более двух месяцев назад. На эвакуаторе вот загнали ее сюда, выгрузили. И сотрудники автосалона закрыли ворота и не выпускают эвакуатор. Говорят, это частная территория. Завидев журналисты с видеокамерой, сотрудники салона все же решили, что погорячились пленением своих клиентов. По словам Василия, перевозка недавно приобретенной машины на эвакуаторе оказалась вынужденной мерой. Она не завелась, потому что аккумулятор... Аккумулятор вкинули, даже не соизволили его прикрутить. Минулина Евгений Рашидович, новости Шеремета, 9.5, областное телевидение. А зачем часто пришли Вы? Мы пришли с Вашим клиентом, у Вас конфликт с Вашим клиентом. У нас конфликты где-то мы машину смотрим сейчас и все. Прекрасно. А зачем это присутствует? Ну, значит, мы расскажем, что Вы разрешили конфликт. Это очень хорошо. Мне кажется, для Вас очень хорошо будет, если на самом деле конфликт разрешится. Разве нет? Я просто сейчас его расспрашиваю, почему на эвакуаторе эту машину привезли, почему не своим ходом? Спустило колесо, аккумулятор сдох. Он даже не заряженный был, как с магазина его кинули туда, так и все. Она даже не завелась хорошо, хоть сигналка сработала, чтобы в машину вот сам залез. Что, какое колесо спустило? Каким образом будет решаться конфликт? Сейчас будет исходить диагностика транспортного средства и присутствие клиента. Посмотрим автомобиль на предмет недостатков для принятия решения в дальнейшем. А ворота для чего закрывали? Ворота не закрывали, просто машина эвакуатора заехала, а ворота были закрыты и все. У нас сейчас ждем уже юриста, клиента, приедет и будет смотреть транспортное средство. А Ваши-то эксперты на месте? Не будет опять задержки там не несколько часов? Почему опять? Разве какие-то задержки были? Ну, при покупке были задержки. У меня этого неизвестно. Настоящий мед задерживается именно юрист клиента, а не наш. Хорошо. По просьбе Дениса, общение юристов автосалона и клиентов продолжилось без журналистов. Но за это время нам удалось поговорить еще с несколькими людьми, едва не попавшими на крючок, так же, как Светлана и Василий. Откуда приехали? Из Тюмени. Из Тюмени? Зачем? За покупку машины. Ну, что за машина-то? Расскажите, какое объявление увидели? Видели объявление на этом сайте, что кредит дают автомобилям с первоначальным взносом. Сказали, одобрено, 100% три банка. Приезжайте. Я еще три раза переспросил. Я говорю, стоит ехать, говорю, нам с такой дали или не стоит. Стоит 100%. Сюда приезжаем, нам говорят, банк одобрили, а машину не можем подобрать вам. Все, вот так ответ такой с автосалоном. Это просто обман людей по-моему. Покупатели, приехавшие за машиной издарека, это излюбленная публика таких автосалонов. Решившись на поездку из Тюмени в Екатеринбург или вот как эта девушка Ксения из Кыштыма, покупатели внутренне настроены вернуться домой на новом автомобиле. А значит, как Василий и Светлана, их можно мариновать в салоне до глубокой ночи, пока они не купят хоть что-нибудь на худой конец. Тех же машин и по тем ценам, что фигурируют в рекламе салона, здесь и в помине нет. Да мы в интернете посмотрели. Зашли на сайт, да там подали заявку. В итоге тоже приехали, но посмотрели и отказ. Ну что за машина сколько стоит и что там? Рено от 500, что ли, 600 тысяч рублей. Какое Рено? Сантера. Вот, и сейчас отказ. В итоге осмотр Киа Сид и подписание соглашения о расторжении договора купли-продажи, как мы и предполагали, продлилось до самого вечера. Семь часов в четверг мы просидели у них в автосалоне, устраивали. Посиделки нам жесткие. Точно так же, как они маринуют всех граждан, которые к ним приезжают. Ну что вас, вам отказывали или кормили завтраками или что это было? Нет, не отказывали, не кормили завтраками, просто тянули время. Стандартная мариновка, когда ты сидишь и, наверное, от усталости уже должен уйти. Но мы не ушли, досидели до конца. Упорство Светланы и Василия, а также их юристке, дало свои плоды. Буквально вчера автосалон вернул им их первоначальный взнос и погасил в Тинькофф банке взятый ими кредит. Единственное, что омрачает эту новость, это понимание того, что возвращенные деньги не упали с луны и не были взяты из кошелька хитрых менеджеров. А вероятнее всего были получены у следующего незадачливого клиента Стрелы, купившегося на недостоверную рекламу. Получается, что так. Конечно, откуда-то надо взять денежные средства, чтобы зачислились они на счет, например, того же Магнума или фирмы Орион. Для того, чтобы вернуть тому, кто возмущается, денежные средства, нужно обмануть еще кого-нибудь последующего. И как вот вы справляетесь с этой моральной дилеммой для себя? Мы показываем в массы информацию, которая дает возможность следующим покупателям не ходить в эти автосалоны. Мы стараемся для людей сделать вот это. То есть максимально обезопасить следующих, чтобы они не ходили и ничего не вкладывали. Если это остановится, тогда никто не попадется на эту удочку. Я благодарю ТАО 9,5, руководителя Иннокентия Шеремета и журналиста Евгения Минулина за поддержку в такой для нас сложной жизненной ситуации. Благодаря вам мы снова дышим и радуемся жизни. Продолжение следует...